Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Назад в 90-е, с чем связывают дерзкое похищение одного из топ-менеджеров Укрзалезныцы? Трезня в Германии, кто и почему набросился с топором на пассажиров поезда? Начальник бездорожья, в чем обвиняют взятого под стражу экс-директора Днепровского облафтодора? Вояж в СИЗО, журналистам подробностей показали темную сторону Лукьяновского изолятора. Удар электрошокером и в багажник. В столице накануне вечером возле собственного дома был похищен один из топ-менеджеров Укрзалезныцы. Валерий Людмирский выгуливал собаку, когда на него напали неизвестные. Овчарку застрелили, самого Людмирского бросили в машину и увезли в неизвестном направлении. Все подробности этого происшествия выясняла сегодня Ирина Баглай. Это все кровь на собаку. От него там мало. Ему ноги перестреляли только. Потому что вот, вот это его. Застрелили собаку и, похоже, ранили самого похищенного, предполагает Ярослав, сосед Валерия Людмирского. Он первым пришел на место преступления. Услышал хлопки, потом увидел убитую овчарку, рядом с ней телефон хозяина и его обувь. Выстрелов, по словам очевидца, было несколько. Нашли, по-моему, семь гильз. Мы нашли пять. И еще, когда подъехала полиция, они еще две вроде как нашли. Полиция, прибывшая на место похищения через 20 минут, подтвердила, похитители использовали огнестрельное оружие. В Киеве был введен план перехопления, который, втем, результатов не дал. Внесены до единого реестра досудовых расследований с предыдущей квалификацией незаконного избавления воли или выкрадения человека. Людмирский, по словам соседей, вышел на прогулку с собакой раньше обычного. Ему, якобы, перед этим звонили. Потом подъехал минивент с иностранными номерами, из которого выскочили двое в масках и начали стрелять. Возможно, раненого мужчину бросили в машину. В связи с похищением кризисный штаб создали коллеги Людмирского из Укрзалезницы, где он возглавляет департамент электроснабжения. В ведомстве главной версии похищения считают профессиональную деятельность. Это очень высокая позиция в составе Укрзалезницы, потому что Укрзалезница потребляет порядка 10% электроэнергии, производимой в стране. Поэтому это очень важная и стратегически важная функция на предприятии, на государственном предприятии. Также в компании не исключают. Похищение может быть связано с принятой неделю назад антикоррупционной программой. Ее ключевой смысл – защита людей, обличающих коррупционные схемы в сфере ЖД-перевозок. Любой начальник департамента Укрзалезницы, который имеет отношение к операционной деятельности, так или иначе находится в зоне риска. Это тендер, это закупки, это капитальные вложения. А вот менее недели назад по ходатайству НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры суд арестовал с возможностью внесения залога более чем в 2 миллиона гривен замдиректора дочернего предприятия Укрзалезницы. Романа Кравчука подозревают в хищении 20 миллионов гривен в результате завышенных цен на госзакупках. Тогда же в суде прокурор анонсировали новые аресты среди менеджмента Укрзалезницы. По этому проведению, что фигурует близко 20 закупов на сумму до миллиарда гривен, также будет по дальшему затриманным. Плануется еще ставить вопросы в рамках законодавца, еще до 5 подозреванных. Фигурирует ли в этом деле похищенный Валерий Людмирский? Ответ от НАБУ мы пока не получили. Известно, что год назад МВД проводило у него обыски. Это было связано с досудебным расследованием по факту злоупотреблений при поставках электроэнергии по нерегулируемым тарифам. Дело о похищении топ-менеджера Укрзалезницы держит на контроле министр инфраструктуры. В комментарии экономической правде Владимир Амелян назвал Укрзалезницу крупнейшей монополией, которая занимает одно из первых мест не только по денежным потокам, но и по коррупции. Ирина Баглай, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Автор этого материала Ирина Баглай с нами на прямой связи. Ира, здравствуй. Появилась ли какая-то информация о похитителях или возможно что-то известно об их требованиях? Наташ, на данный момент по официальной информации нацполиции Валерий Людмирский не найден. Со вчерашнего вечера похитители не выходили на связь и неизвестно чего они хотят. А вот друзья и родственники предложили 100 тысяч долларов за его возвращение живым. Обещают конфиденциальность тем, кто поможет. Как нам стало известно, его семья сегодня должна была вернуться из-за границы. И еще один интересный факт. За неделю до похищения начальника департамента энергосбережения Укрзалезницы от удара током дома умер его заместитель. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Министр уверен, похищение Людмирского связано с его профессиональной деятельностью. Это пока вся информация на эту минуту. Наташ, мы продолжаем следить за ходом дела. И в ближайших выпусках ждите свежих новостей. Спасибо, Ира. Ирина Баглая. Похищение топ-менеджера Укрзалезницы. Германия, похоже, стала следующей мишенью террористов. В ночь на вторник молодой мужчина, вооруженный топором и ножом, напал на пассажиров электрички в Баварии. Тяжело ранены 4 человека. Это семья туристов из Гонконга. Еще более 10 человек находятся сейчас в шоковом состоянии. Они нуждаются в помощи психологов. Преступника застрелили при попытке к бегству. С нами на связи моя коллега Татьяна Лагунова. Она находится в Германии. Таня, здравствуй. Главный вопрос. Был ли преступник связан с ИГИЛ? И что об этом говорят немецкие силовики? Да, Наташ, но немецкая полиция не спешит делать окончательное заявление. Мол, пока все еще идет расследование. Но факты вещь упрямая. И все говорит о том, что это был теракт. Очевидцы рассказали, что во время нападения молодой мужчина выкрикивал Аллаху Акбар. Позже при обыске в его комнате полиция нашла нарисованные от руки флаг ИГИЛ и тексты на арабском. Да и сама организация, Исламское государство, уже заявила, что нападавший был ее боевиком. И даже опубликовала видео доказательства. В ролике молодой человек называет себя солдатом халифата и угрожает провести серию терактов в Германии. Так что теперь немецким силовикам предстоит выяснить, как и когда он радикализировался. И главное, почему этого никто не заметил. Вот что говорят по этому поводу представители Министерства внутренних дел Баварии. О нем говорят, как о тихом и уравновешенном человеке. По большим праздникам ходил в мечеть, был верующим, но не казался фанатиком или радикалом. Я вот еще добавлю, напротив, многие говорили, что нападавшему даже удалось неплохо интегрироваться в немецкое общество. Ему было 17 лет. Беженец из Афганистана прибыл в Германию более года назад без сопровождения взрослых. Сначала он жил в приюте, а вот несколько недель назад его приняла приемная семья. Он неплохо выучил немецкий и в ближайшее время должен был получить работу в пекарне. Наталья? Таня, усилены ли меры безопасности в связи с этим происшествием в Германии? Да, меры безопасности на вокзалах сегодня, конечно, усилены, но даже сами немцы признают, что защититься от атак террористов-одиночек практически нереально. Взять хотя бы поезда. Каждый день по Германии курсируют тысячи составов и посадить в каждый вагон полицейских невозможно. Но даже если это сделать, то террорист может зайти в автобус, в кафе, в кинотеатр, да куда угодно. Так что власти Германии призывают своих граждан быть очень внимательными и в случае малейших подозрений сразу же бить тревогу. Наташа? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова о сегодняшнем нападении на пассажиров электрички в Германии. Тревожные новости из Франции. Там неизвестные захватили отель. Все подробности узнаем у моего коллеги Алексея Пшемыского. Он с нами на связи. Алексей, добрый вечер. Расскажи все, что тебе известно об этом захвате. Добрый вечер. Расскажу, что тревожная информация поступила буквально полчаса тому назад из французского города Болен. По информации полицейских, сегодня после обеда в одну из гостиниц в этом городе, это отель бюджетной сети «Формула-1», ворвался неизвестный с ножом и начал угрожать персоналу и посетителям. На данный момент известно, что никто не пострадал. Полиция окружила гостиницу. Все люди оттуда эвакуированы. Также к месту этих событий уже выдвинулся французский антитеррористический спецназ. Дело в том, что по некоторой информации у этого неизвестного, кроме ножа, с собой также может находиться поезд «Шахида» или какая-либо другая взрывчатка. Известно, что там уже работают снайперы, также перекрыты все подъезды к этой гостинице. Ну, скажу, что достаточно противоречивая информация о том, что именно там сейчас происходит, поскольку, вот как пишут некоторые пользователи Твиттера, которые вчера останавливались в этой гостинице, речь идет о постояльце, который не рассчитался по счету и, возможно, таким образом сейчас пытается ввести в заблуждение правоохранителей, сказав, что у него есть бомба. Мы будем следить за этими событиями. Если появятся еще какие-то новости, обязательно постараемся сообщить их вам до конца выпуска. Но отмечу, что здесь, в Ницце, где мы сейчас находимся, и в целом во Франции, сегодня обсуждают скандал на британском телевидении. Дело в том, что все дни событий, которые произошли здесь, на одном из ведущих телеканалов Великобритании, Ченел Фор, освещала ведущая мусульманка в хиджабе. И вот у многих телезрителей это вызвало негодование. Руководство телеканала стали обвинять в том, что они слишком уж толерантны. Но, как сообщили в самом Ченел Фор, эта ведущая работает у них уже более четырех лет, и, собственно говоря, ее дежурство было запланировано на эти дни. Ну, кстати, отмечу, что здесь, в Ницце, очень много мусульман, в том числе, приходят возложить цветы на английскую набережную, где произошли эти трагические события. Также сегодня в мечетях, которые есть в этом городе, также провели службу о погибших. Ну, и отмечу, что никаких распорей на этой почве, по крайней мере, мы здесь не заметили. Ну, и добавлю, что если сегодня утром в городе уже было намного меньше полиции, не было видно военных, то вот после сообщения о событиях в городе Болен, снова на улицах появились патрули, мы видели снова военных с автоматами. Ну, скажу, что ситуация спокойная, следим за событиями и будем сообщать вам все новости. Студия. Спасибо, Леша. Алексей Пшемыский о захвате отеля во Франции. Горячо было сегодня и в Англии. В перестрелке на севере этой страны погибли три человека. В городе Спалдинг, это графство Алин Кольчер, мужчина расстрелял двоих женщин, затем направил оружие на себя. Все произошло в парке отдыха у бассейна. С терроризмом этот случай полиция не связывает, склоняется к бытовой версии, расследование продолжается. И еще один похожий случай на юго-востоке Франции. Неизвестный мужчина напал на женщину и троих ее дочерей. Злоумышленник нанес ножевые ранения, пострадавший госпитализированный преступник задержан. Мотивы этого нападения сейчас изучаются. В многотысячные демонстрации вылилось противостояние сторонников оппозиционного политика Жерайра Сефеляна и представителей власти в Ереване. Захваченное отделение полиции по-прежнему удерживают мятежники. А в Алматы готовятся к прощанию с погибшими накануне полицейскими. Все подробности узнаем у Данила Русакова. Мятежников, которые забаррикадировались в одном из отделений полиции Еревана, теперь поддерживают толпы манифестантов на улице. В центре армянской столицы прошла многотысячная акция протеста. Люди вышли на улицы, выступая против штурма здания. Попытались даже пробиться сквозь оцепление. Однако дорогу им заблокировали правоохранители. Вступить в переговоры и не допустить кровопролития требуют манифестанты. Кроме того, хотят, чтобы власти немедленно выпустили из-под стражи арестованного месяц назад оппозиционера. Жерара Сефеляна отправили в СИЗО по обвинению в торговле оружием. Как считают вышедшие на улицы люди, уголовное дело сфабриковано. Тем временем захватившее отделение отпустили еще двоих сотрудников МВД. А пострадавших несколько дней назад при попытке штурма полицейских уже прооперировали. К нам поступил полковник полиции с огнестрельным ранением брюшной полости. Его прооперировали, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Он идет на поправку. Противостояние на улицах Еревана продолжается. Оппозиции призывают к бессрочным акциям. В Казахстане тем временем готовятся проститься с погибшими во время стрельбы возле отделения МВД в центре Алматы. Сегодня скончался еще один полицейский. Всего в списках погибших уже 6 человек. Эти события местная власть назвала терактом. Предполагаемые зачинщики перестрелки еще вчера были обезврежены. Сегодня к месту трагедии горожане несут цветы. В больницах остаются пострадавшие. За их жизнь до сих пор борются врачи. Пять пациентов в отделении реанимации находится. Из них трое в крайне тяжелом состоянии. Двое пациентов также находятся реанимации, но стабильно тяжелые, с положительной динамикой. Власти Казахстана утверждают, атаку организовали исламисты. Их связывают с салафитским течением. Завтра в Алмате не менее тяжелый день. Будут хоронить погибших. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. Как профессионально закатать деньги в асфальт? Ответ на этот вопрос, возможно, нашли в Днепропетровской области. Экс-начальника областного автодора взял под арест Дзержинский суд Кривого Рога. Его подозревают в растрате 10 бюджетных миллионов. Наталья Грищенко разбиралась, куда ушли эти деньги. Это могло лечь в основу сюжета голливудского триллера. Молодой человек становится начальником облафтодора. Работает там не один год. И вдруг в 2015-м увольняется и уезжает в Польшу. Где у него, оказывается, процветает бизнес. А вот в Украине он становится фигурантом уголовного производства. И объявлен в розыск. Но сам человек, судя по всему, об этом не подозревает. При попытке пересечь границу его задерживают. Подозревают в растрате 10 миллионов бюджетных гривен. Дальше суд, арест и СИЗО. Растрата в державные кошты, шляхом перерахования их на рахунок пиктивного предприятия. Под выглядом закупки битума, который фактически до облафтодора не поставлялся. И фактически не закупался. В интернете написали задержанный 36-летний Андрей Костюченко. Как утверждает общественный активист Денис Селин, в его семье много высокопоставленных чиновников в транспортной сфере. Не только сын, отец и дядя и так далее. Там достаточно много родственников, которые включены в тем или иной степени в тему ремонта дорог, либо фирм, которые производят ремонт, либо контроль от дорог. Этот ролик о некачественном ремонте дорог активисты сняли год назад. Оказалось то, что по бумагам было отремонтировано, в реальности фикция. Застать на работе нынешнее руководство облафтодора не удалось. В телефонном разговоре начальник уверил, о преступных схемах ничего не знал. Работает облафтодор, как бы ее работал, без схем каких-то определенных, которые вы имеете в виду. Какие еще расследования мы можем проводить внутри, если этим занимаются правоохранительные органы? Едем по адресу регистрации экс-чиновника. Его в этой хрущевке не знают. А вот в этом элитном поселке, в пригороде Днепра, бывшего начальника облафтодора помнят. Соседи утверждают, он жил в этом шикарном доме за забором. Здесь все по высшему разряду. И дом, и ландшафтный дизайн. И, как видите, дорога сделана на совесть. То и дело, к особняку подъезжают машины, заходят люди, но с прессой хозяева дома общаться не хотят. Никаких комментариев никто не дает. До свидания. Чем закончится громкое уголовное производство? Задержанному экс-чиновнику суд разрешил внести залог в размере 10 миллионов гривен. Воспользуется ли он этим, неизвестно. Сейчас ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наталья Гречникова, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Допрос Януковича по делу о расстреле Майдана все же может состояться. Украинское министерство юстиции обратилось к российскому ведомству с официальным запросом. Кроме беглого президента требует также провести онлайн-допрос и бывшего командующего внутренними войсками. Станислава Шулика. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания Святошинского суда по делу беркутовцев. При этом судья Сергей Дичук также сообщил, что суд уже занимается техническим обеспечением этой онлайн-связи с беглецами. Правда, ответной реакции России пока нет. И еще один экс-функционер, сообщник бывшего генпрокурора Пшонки Борис Круг останется под стражей. Сегодня апелляционный суд оставил без изменения решение Печерского суда. Я напомню, что Бориса Круга подозревают в пособничестве в отмывании денег. Речь идет почти о 70 миллионах гривен, предназначенных на ремонт здания ГПУ, которыми незаконно завладел бывший генпрокурор Виктор Пшонка. Вояж на Наре. Минюст организовал для журналистов экскурсию в Лукьяновское СИЗО. В каких условиях содержатся заключенные и что стало причиной такой открытости чиновников, знает Ирина Романова. Это одно из самых старых в стране СИЗО Лукьяновское. Массовые экскурсии организовывали для журналистов сюда и раньше. Когда открывали новый корпус или хвастались новым ремонтом. Сегодня Масмедиа решили показать темную сторону изолятора. Тут находятся люди, которые еще нет вреда в суд. Они могут быть невиноваты. И общество должно знать, в каких условиях они ждут решения судов. Сначала идем в так называемую малолетку. Корпус, где содержатся несовершеннолетние. Открывают пару камер. Там никого. Заключенные дышат свежим воздухом, объясняет охрана. На полуке. Но тут не только несовершеннолетние, да? Ну конечно. Из малолетки переходим в другой, едва ли не самый старый корпус 1909 года. Официально он называется следственный. В этой мрачной комнате обитает 18 человек. Условия не для слабонервных. Не лучшие в коридоре. Уже на выходе удается пообщаться с одним из заключенных. Я год нахожусь. На 16 человек. Какие уходят? Нормально настраивать. Ну ладно, это сделаем. В камерах душно. Заключенные открывают окна. Увидев журналистов, некоторые откровенничают. Большая смертность в тюрьме вообще. Народу много. Вовремя не оказывают медицинские услуги. А болеют чем? По разным причинам. Ну, у кого-то туберкулез. На вопрос, мушно ли за деньги перейти в камеру получше, Валерий говорит. Да, такие тоже бывают случаи. Ну, гривен 200. Руководство изолятора уверяет, о взятках ничего не знает. Больных с открытой формой туберкулеза здесь нет. Но не отрицает. Смертельные случаи были. Каждый урок есть такие выпадки, на жаль. На сегодняшний рейк 15. А вот денег на капремонт СИЗО нет, жалуется начальник. Государство не выделяет. В Минюсте нашли выход. Вместо того, чтобы латать старые корпуса, решили построить новое СИЗО. За городом, на деньги частников. Это Буча и Коцюбинский. Инвесторы есть зацикавлены. Их близко 5-6 на сегодняшний день. Половина из них иноземные. Максимально наиболее, которые возможны, это близко 30 миллионов долларов. Так уверяет Минюсте, сделали уже в Польше и Великобритании. Убрали СИЗО из центра на окраину. Какой проект выбрать в ведомстве сейчас решают. К концу года обещают определиться и объявить конкурс. Победитель, говорит замминистра, в обмен на строительство нового изолятора, получат возможность на месте старого СИЗО, а это почти 3 гектара, возвести либо жилые дома, либо торговый центр. На вопрос, почему не музей, ведь некоторые здания имеют исторический статус, Севастьянова отрезала. Почти все они с грибком. Для музея непригодны. Ирина Романова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. 7,5 тысяч гривен за такую сумму в Закарпатье можно откосить от армии, получить военные билеты, даже удостоверение участника АТО. Именно столько требовал сотрудник Мукачевского военкомата. В одном из кафе города он и погорел на получении денег за проделанную работу. Военного задержали, в прокуратуре открыто уголовное производство. Меру пресечения подозреваемому определит суд. Працовник одержал 15 тысяч гривен неправомирной выгоды от двух закарпатцев за надание им воинского квитка. А также в рамках этого криминального проведения прокуратурой проверяется причетность других служебных особей воинского комиссариата Мукачевского до вчинения этого криминального правопорушения. Маринку и Красногоровку сегодня обстреляли боевики. Они активно используют минометы и артиллерию. Огонь вели и по-широке, но ночью атаковали позиции военных в Гранитном. Все подробности узнаем от Вениамина Трубачева. Река Кальмиус – это линия фронта. Она разделяет позиции украинских военных и боевиков. Часто бойцы даже видят, откуда противник ведет огонь. То есть за речки уже... Уже все. Туда уже их позиции пошли. Ну, они окапываются постоянно везде. Это даже за речки по нам и огонь велся. Стреляют в основном из минометов, говорит боец с позывным «Шайтан». Семь месяцев он защищал Донецкий аэропорт. Сейчас на передовой в Гранитном. Ну, прилетали, я не знаю. Выстрела 8-10 было. Метров 50. Ну, и по кругу. Лягали там и там. Ну, именно сюда не попадало. Ну, осколочки прилетали, конечно. Осколки здесь повсюду. Бойцы показывают новые воронки. Ходить тут нужно очень аккуратно. Территория простреливается, и боевики в любой момент могут снова открыть огонь. В ответ военные не стреляют. Минометов на передовой у них нет, а отстреливаться из автоматов и пулеметов, говорят, неэффективно. Слишком большое расстояние. А вот днем тихо. У военных есть время отдохнуть и подготовиться к новым обстрелам. В том, что они будут, здесь никто не сомневается. На этом участке фронта много территории заминировано. Саперы их до сих пор не обследовали. Например, по этому полю ходить категорически запрещено. Шаг влево, шаг вправо уже смертельная опасность. Даже соответствующую табличку установили. На передовую едут и новобранцы. В этот раз четыре человека решили подписать контракты. У всех есть боевой опыт. Все уже воевали на Донбассе. Если нас здесь не будет, то и у нас там война будет. В Запорожье будет война, в Днепропетровске и так далее. Совсем скоро они получат форму и оружие. И уже после этого отправятся на боевые позиции. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Активист гражданского корпуса Азов Крым останется под арестом. Такое решение сегодня вынес апелляционный суд Киева в отношении Станислава Краснова. Жалобу подали его адвокаты. В результате решения райсуда, избравшего меру пресечения, осталось неизменным. На время досудебного расследования до 22 августа Краснова будут содержать в СИЗО. Я напомню, его подозревают в госизмене и связях с разведкой России. Результаты выборов в 114 округе Луганской области нужно отменить. Таким заявлением выступили несколько кандидатов, которые баллотировались по этому округу. Причины массовый подкуп избирателей и махинации с назначением членов избиркома. В выборах здесь участвовали 107 кандидатов. Есть подозрения, что большинство из них технические. За день до голосования стали массово менять членов комиссии. Возникла путаница, а значит и возможность для фальсификации. Также, по мнению кандидатов, официальное количество проголосовавших значительно завышено. Претенденты на депутатский мандат намерены подать на окружкомы в суд. В день голосования непонятные люди без удостоверений, без вытягов с протокола, с постановления об измененном составе приходили на избирательные участки, пытались пересчитывать бюллетени, забирали печати и потом подводили так называемые итоги голосования на участках. Мы подали иск в суд. Сейчас непонятно, кто считает, непонятно, кто сдает, непонятно, кто принимает и оформляет эти все итоги выборов. Явка по нашим подсчетам, по подсчетам нашего, моего штаба, который мы проводили довольно-таки очень серьезно. Явка на сегодняшний день составляет от 40 до 42 процентов, нет никаких 65 процентов. Здесь возможны варианты или вброса. Правоохранительные органы должны в этом во всем разобраться, потому что все говорят о реакции со стороны силовых структур абсолютно нет. Нужно менять избирательную систему с мажоритарной на пропорциональную. Такое мнение высказал глава ЦЭК Михаила Хендовский. По его словам, мажоритарная система со 107 кандидатами по одному одномандатному округу большим количеством технических кандидатов и высоким коррупционным фактором только усложняет избирательный процесс. Оппозиционный блок и блок Петра Порошенко способны объединить общество. О таком мнении украинцев говорят результаты опроса Центра социальных исследований «София». Респондентов спросили, какая партия сможет объединить конструктивные силы в обществе и добиться прекращения военных действий. Почти 16% считают такой силой оппозиционный блок. 10,5% – блок Петра Порошенко. Чуть более 8% опрошенных назвали «Батькивщину». Далее с меньшими показателями следует «Самопомич» и «Радикальная партия Олега Лешко». Опрос проводился во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Мятежный флот. Куда после неудавшегося военного переворота пропали суда ВМФ Турции? Чьих скреп будете? Подробности расследовали прошлые секты апостола Мунтяна. Леди-плагиат, у кого списывает речь и супруга скандального республиканца Дональда Трампа. Уже который день внимание мировых СМИ приковано к Турции. Я напомню, в ночь на субботу там была совершена попытка военного переворота. Страну лихорадят до сих пор. С нами на связи мой коллега Руслан Смещук. Он находится сейчас в Турции, в Анкаре. Руслан, здравствуй. Что тебе известно о сегодняшнем взрыве? Наталья, действительно, информация о взрыве на окраине Анкары поступила около часа назад. Но до сих пор непонятно, это теракт или несчастный случай. Сообщения достаточно противоречивые. Возможно, это действительно был взрыв автомобиля, после чего огонь перекинулся на соседнее здание. Или наоборот, загорелся дом и потом уже запылал автомобиль, вследствие чего произошел взрыв. Вот сейчас это выясняют правоохранители. Вообще же, к информации из Турции, из Анкары надо относиться достаточно осторожно, достаточно критично. Так, сегодня с утра в новостейных лентах разных масс-медиа замелькала информация о том, что якобы после переворота куда-то исчезли 14 боевых кораблей военно-морских сил Турции. Причем исчезли не сами, а вместе с веселем Кизеле, адмиралом, командующим, который то ли был в плену у мятежников, то ли сам участвовал в мятеже, но уже после обеда появилось опровержение турецкого правительства. Зато подтверждается нападение на полицейский пост в районе города Мачка. Это северная Турция, причерноморская Турция, которая ограничен с Грузией. Там неизвестные из стрелкового оружия открыли огонь по правоохранителям, а также забросали гранатами или использовали реактивные гранатометы. В результате трое полицейских погибли, еще 8 человек получили ранения. Неизвестные скрылись в ближайших лесах, сейчас их ищут в том числе и с применением беспилотников. И сегодня же власти Турции запретили проводить религиозные похороны погибших мятежников, то есть имамы не будут читать погребальные и поминальные молитвы. Кроме того, продолжается массовое задержание и увольнение тех людей, которых подозревают в связи с организацией Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Раджепа Эрдогана, и человека, которого сейчас президент Турции называет не иначе, как организатором мятежа. Так задержаны высшие чины турецкой армии, в том числе и те генералы, которые принимали участие в подавлении мятежа. А также сегодня были увольны около 15 тысяч сотрудников сферы образования. И сегодня же Турция официально потребовала от США выдать Гюлена, который находится на территории Соединенных Штатов. Хочу напомнить, ранее Соединенные Штаты требовали предоставить доказательства того, что Гюлен действительно принимал участие в этом мятеже. Также хочу сообщить, что экс-командующий военно-воздушных сил Турции Акина Стюр, который вчера по сообщениям государственных турецких масс-медиа якобы признался в том, что это он руководил мятежом, этого не делал. Вот такие сообщения появились сегодня в эфире не государственных турецких масс-медиа. Если же возвращаться к Анкаре, то тут тревожная ситуация чувствуется только в правительственном квартале. Все административные здания взяты под усиленную охрану автоматчиков. Очень много сотрудников безопасности в штатском. Как только они видят камеру, тут же подходят, требуют прекратить съемку, проверяют документы. В общем, видно, что силовики ведут себя достаточно нервно из-за угрозы терактов. Во всей остальной части столицы Турции, в Анкаре, жизнь уже вернулась в нормальное русло. Наталья. Спасибо тебе, Руслан. Руслан Смещук с последними новостями из Турции был с нами на связи. Премьер Владимир Гройсман сегодня проводит в Брюсселе встречи с руководством Евросоюза. Накануне визита он заявил, что ожидает от европейцев четкого сигнала о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС уже в этом году. Глава правительства пообщался с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шевчевичем, а также главой Евросовета Дональдом Туском, который заверил в полной поддержке Украины на пути реформ. В Одессе собирают подписи за введение моратория на коммунальные тарифы, которые повысили, я напомню, уже с 1 июля. Акцию проводит оппозиционный блок. Палатки с активистами стоят в различных районах этого города. Помимо моратория, оппозиционеры предлагают одесским властям предусмотреть механизм введения компенсации для людей, большинство из которых попросту не в состоянии оплачивать коммуналку по таким ценам. Деньги эти можно предусмотреть в местном бюджете. Завтра свои предложения оппозиционный блок намерен вынести на рассмотрение внеочередной сессии Горсовета. В ситуации, когда центральная власть не работает, городская власть должна принимать нетрадиционные ходы, может быть где-то не совсем классические, не у всех популярные, но я думаю, что это найдет отклик у большинства одесситов. Пообщайтесь с любым человеком на улице, и вам легко ответят, что заплатить за двухкомнатную квартиру больше трех тысяч гривен большинство граждан не в состоянии. Паломничество в столичный дворец спорта. Тысячи людей в синих и желтых футболках. Адепты так называемого духовного центра возрождения в Киеве сейчас на каждом шагу. Что им обещает их так называемый апостол? И куда приводит такая духовность? Мои коллеги провели расследование. Нет, не первый раз. Я второй год вообще-то. Весело, весело, да. Мужчина, не давайте никакое интервью. А кому это интервью? Не надо тут снимать на интервью. Вы можете мне рассказать? Что вам рассказать? Вы уходите сюда первый раз или вы уже вылезетесь много раз? Иди сюда. Не скажу. Иди сюда. Их заставляют молчать, а они уверены, что счастливы. Тысячи последователей духовного центра возрождения почти на месяц оккупировали дворец спорта в центре Киева. Сегодня очередное собрание. Возрождение вполне легально работает еще с 97-го года. За это время стал международным. Бессменный руководитель центра, пастор, он же самопровозглашенный апостол Владимир Мунтян. Вот видеофрагменты мероприятий этой организации. Святой Божий Иисус. Лучше и лучше во имя Иисуса говорите слова с верой. Распадется всякая лирма во имя Иисуса. Восстеляющееся, восстеляющееся, разрушаю всякое проклятие. Эксперты рассказывают, аферисты под видом духовников обещают людям решить все их проблемы. От излечения онкозаболеваний до успешной карьеры. Взамен отбирают все. Деньги, квартиры, машины вовлекают в сексуальное рабство. Заставляют уйти из семьи, лишают душевного и физического здоровья. Лидерам таких религиозных организаций может грозить тюремный срок до 15 лет с конфискацией имущества. Но вот привлечь кого-то к ответственности и доказать в суде, что жертву насильно заставили, очень трудно, говорят юристы. На сегодняшний день нет никаких криминальных проведений относительно конкретных людей. Ну и тем больше относительно руководителей религиозных организаций. Нет политической воли. Организацию можно использовать. То есть это электорат зомби. Они на самом деле не понимают, что они зомби. Если нет политической воли, то кто сегодня может пойти против целой армии людей на чоли с достаточно сильными духовными руководителями, наставниками, которые, в принципе, приносят определенные активы не только конкретным организациям, а даже политическим партиям и отдельным политикам. Так недавнее участие в службе Центра Возрождения вице-спикера парламента Оксаны Сыроид и лидера самопомощи в Киевсовете Сергея Гусовского вызвало бурю негативной реакции в интернете. Вот только отрывок из почти 20-минутной проповеди в компании скандального пастора. Хай Господь Бог бережет вас и надает вам сил для того, чтобы мы шли все вместе к свете. Я хочу, чтобы мы с вами объединяли усилия для того, чтобы принести Бога в политику. Своим имя Иисуса Дух Святой двинется и коснется каждого политика. В ответ на нападки политики свою причастность к нетрадиционной церкви объяснили. Сыроид заявила, что объясняла людям угрозу выборов на оккупированных территориях. Гусовский написал, цитирую, воспринимает любое добровольное объединение как площадку для распространения идей, в которые верит он и его команда. 80 и больше процентов членов этой секты проголосуют за тебя или выйдут за тебя на митинг, или совершают какие-то любые другие действия в твою поддержку. Когда политик обращается в секту или в церковь, это означает, что он просто плохой политик. Это признак политического кризиса. С точки зрения юридической его осуждать невозможно. За годы независимости было всего два случая, когда псевдопророков осудили. И то не лидеров, лжерелигиозных организаций, а их помощников. К слову, пастор возрождения Владимир Мунтян уже успел отсидеть. Три года за мошенничество в колонии. После срока и придумал духовный центр. Психологи говорят, сегодня, когда Украина переживает кризис, люди очень легко попадают под влияние. Достаточно одного-двух раз, чтобы человек, не имеющий ориентиров, попадал туда и находил там опоры жизненные, принципы жизненные. Спорить с этими людьми очень сложно, практически невозможно. Просто человек не понимает, а что не так. То есть он теряет критичность к себе, критичность к действительности. Эксперты советуют, если вы все же стали жертвой мошенников под видом религиозной организации, идите в полицию и другие правоохранительные органы. Защищайте себя. Согласно статье 181 криминального кодекса, посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений. Начните критически мыслить, соберите информацию об организации, в которую вас втянули и перестаньте общаться с ее представителями. Даже по телефону. Татьяна Овинникова, Наталья Савченко и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Голосеевский суд Киева уже пятый день избирает меру пресечения Николаю Щурикову, зам главы правления Одесского припортового. Чиновника, я напомню, подозревают в хищении более 200 миллионов гривен. Антикоррупционная прокуратура требует арестовать Щурикова на 60 дней с правом внесения залога в сумме тех же 205 миллионов гривен. Обвинители считают, что он может влиять на свидетелей и мешать проведению досудебного следствия, а то и вовсе сбежать. Сам же Щуриков, который на данный момент находится на свободе, так как срок его содержания под стражей 72 часа истек еще в воскресенье, уверяет, что невиновен, бежать не планирует и денег у него для залога нет. Заседание длилось сегодня целый день без перерыва. У подозреваемого пять адвокатов и все они хотели выступить. Также присутствовали народные депутаты от фракции Народный фронт, которые требовали отпустить подозреваемого на поруки. И вот только час назад суд удалился в совещательную комнату. Какую меру пресечения изберут в Щурикову, станет известно лишь завтра. Судья обещал огласить решение уже в 11 утра. Ваше решение, как вы примете арест, не арест, я буду идти до конца. Я буду доказывать свою правоту. Никто бегать никуда не будет. Единым достатним заходом за безопасность криминального проведения может лишь быть держание под вартою. Запороженный заход, как застав, он должен использоваться в тех размерах, которые дадут уверенность органам досудового расследования и сторонам обвинения, что особа будет в належном случае выполнять покладывание на нее обязанности. Приватизацию одесского припортового сорвали губернатор этой области, Михаил Саакашвили, и Национальное антикоррупционное бюро. Так Андрей Помазанов прокомментировал скандал вокруг АПЗ. Нардеп от Народного фронта убежден, что теперь дорога к приватизации предприятия теневым олигархам, которые стоят за одесским губернатором, открыта. При этом он отмечает, что новая цена актива будет значительно ниже, а значит бюджет недополучит сотни миллионов гривен. В Национальном антикоррупционном бюро его заступник, углава, есть безусловно близким другом пана Саакашвили. И, власне, благодаря тому, что те мафиозные кланы, которые стоят за паном Саакашвили и украинские и российские теневые олигархи, не смогли бы конкурировать фактически с действительными, настоящими инвесторами. Они всеми силами взрывали такого рода приватизацию. Вернуть лес прокуратура Киевской области через суд требует вернуть почти 15 гектаров леса. Землю незаконно перевели из государственной в частную собственность. Этому поспособствовала Киевская областная администрация. В 2008-м земельные участки получили 123 гражданина, которые, в свою очередь, подписав соглашение, все как один передали свою землю некой юридической фирме, которую связывают с народным депутатом от группы Ведроджини Виталием Хомутынником. Все это сделано по единому массиву. И с грубыми порушениями вимови законодательства, оскільки эти земельные депутаты не могут передаваться по этим подставам будь-яким предприятиям, цим бенефициям, который, я назначу, в этой фирме, вископоседователям. Как он, депутат? Виталий Хомутынник? Мы пока не получали никаких списков, поэтому никак прокомментировать мы пока этот вопрос не можем. Мы пока не знаем, относятся ли участки, о которых идет речь в сообщении прокуратуры Киевской области к активам девелоперской компании «Каскад». Мы попробовали найти этот участок леса. Он находится возле города Украинка, Абуховского района. Это казалось непросто, ведь его нет ни на одной карте, кроме кадастровой. За шлагбаумом с замком длинный, почти трехметровый забор. Сюда уже подводят свет и газ. Дежурит охранник, который говорит, что охраняет участок от пожара, а на кого работают, не знает. Галышом против Трампа. Сто обнаженных женщин позировали фотографу в американском Кливленде перед началом национального съезда республиканской партии. Против чего они оголились, расскажет наш Сапкор в США Юлия Мендель. Республиканская конвенция обещала преподнести много неожиданностей. Америка такого уже и не припомнит, чтобы за неделю до начала не было даже плана проведения такого значимого мероприятия. Подготовка сопровождалась интригами и скандалами. Особенно вокруг такого важнейшего вопроса, как кто же из влиятельных политиков и популярных звезд будет выступать за Дональда Трампа. Когда выяснилось, что многие отказались приехать в Кливленд, Трамп обратился за поддержкой к спортсменам, в частности к Майку Тайсону. Но даже боксер не захотел выступать с речью в поддержку Дональда Трампа. Тогда Трамп не растерялся и в первый же вечер выложил свой козырь. Отправил выступать свою жену, эмигрантку из Восточной Европы, Миланью. И тут опять очередной скандал. Она не только повторила главные тезисы предвыборной кампании Хиллари Клинтон, но и частично скопировала речь Мишель Обамы в августе 2008 года. Вот, сравните. С раннего возраста мои родители прививали мне ценности, что ты должен тяжело работать ради того, чего хочешь в жизни, что твое слово – твое обязательство, что ты должен делать то, что обещаешь, и выполнять свои обещания, и относиться к людям с уважением. Барак и я были воспитаны с одинаковыми ценностями. Ты должен тяжело работать ради того, чего хочешь в жизни, что твое слово – твое обязательство, что ты должен делать то, что обещаешь сделать, что ты должен относиться к людям с достоинством и уважением. Хиллари Клинтон в это время тоже вела политические игры, причем там же, в Огайо, где собрались республиканцы. Она лично приехала на конференцию по вопросам эмиграции. Напомню, в предвыборной кампании Дональда Трампа, ее оппонента. Эта тема стала слабым звеном. Но она настолько актуальна, что на республиканской конвенции ее сделали тоже главной темой дня. Безопасные границы и защита наших граждан – ничто из этого не является вопросом ненависти. Это обязанность нашего правительства. Сюда, в Кливленд, приехали не только политики-республиканцы, но и много простых американцев, в том числе противники Трампа и те, кто его поддерживает. Я подумал, что нужно приехать сюда и поддержать Трампа как кандидата в президенты. Не думаю, что Хиллари на правильном пути и что она лучший лидер для моей страны. У Трампа нет представления, какой должна быть Америка 21-го столетия. Его проблема в том, что он кормит человеческие страхи, тех, кто зол. Намного легче сказать «сделаем Америку великой», чем решать реальные проблемы. Но главным вопросом конвенции было, позволят ли политикам поименно голосовать за Трампа. Ведь сейчас они должны отдавать свои голоса, если большинство жителей штата поддерживает кандидата. Но в этом году суд Вирджинии позволил политикам не поддерживать выдвинутого политсилой кандидата. И в этом случае Трампу грозит ощутимая потеря голосов. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. В Шотландии пьяных пилотов сняли с рейса прямо перед вылетом, а в Китае жених потерял невесту по дороге и даже этого не заметил. Об этом и не только в нашем обзоре. В Глазго отменили рейс из-за пьяных пилотов. Сотрудники аэропорта заметили странное поведение двоих летчиков непосредственно перед вылетом рейса в Торонто и сообщили в полицию. В салоне самолета уже сидели 250 пассажиров, но из-за выпивших пилотов им пришлось задержаться. Людей разместили в отеле аэропорта, в авиакомпании, подтвердили арест своих сотрудников, но от комментариев отказались. Пока идет расследование. Платить за проезд в метро накладными ногтями. Такое новшество придумала британская студентка. Люси Дэвис приклеила под накладной ноготь чип с карты проездного и теперь проходит турникет, просто прикладывая к нему пальцы. Студентка уже ведет переговоры с компанией, управляющей общественным транспортом в Лондоне. Не исключено, что вскоре британки таким оригинальным образом смогут оплачивать проезд не только в метро. Уронил любимую со скутера и даже не заметил. В Китае жених вез свою невесту на мотороллере. Проезжая через лежачего полицейского, суженная не удержалась и упала прямо на асфальт. При этом новобрачный невозмутимо поехал дальше. Девушке пришли на помощь многочисленные свидетели инцидента. Первая леди США спела в автомобильном караоке. Мишель Обама снялась в известном американском телешоу и исполнила хит Бейонсе. Передача выйдет на телеэкраны только через два дня, но ведущий Джеймс Корден не удержался и до эфира выложил видеосъемок в интернет. По формату проекта он заезжает за участником шоу и вместе они отправляются в путь, напевая любимые песни. Мишель Обама выбрала композицию «Сингл Лейдис» и даже попыталась повторить фирменные движения Бейонсе. В Бразилии секс-шопы запустили олимпийскую линию. На прилавках с символикой национальных сборных разных стран уже появились нижнее белье, средства контрацепции, косметика и туалетная вода. Откровенные костюмы в цветах флагов Германии, Соединенных Штатов Греции и других государств стоят от 18 до 60 американских долларов. Цена зависит от качества ткани и размеров одеяния. Олимпийские игры в Бразилии стартуют 5 августа. По мнению владельцев интим-салонов, желающих почувствовать себя сексуальным атлетом будет предостаточно. Каала залезла в дом стриптизерши и станцевала на ее пилоне. Австралийка Ники Эриксон запечатлела на фото незваную гостью. Каала как раз отрабатывала танцевальные па. Попытки были не очень удачные. Она постоянно соскальзывала вниз. После фотосессии животного забрали специалисты из ветеринарного центра. И информация последнего часа. Три человека из добровольческого подразделения АЗОВ в результате спецоперации СБУ задержаны по делу о покушении на инкассаторов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии. В данный момент проводится служебная проверка по факту нападения на инкассаторов. Обо всех подробностях этого дела мы расскажем уже завтра в подробностях в 20.00. Хороших вам новостей и до встречи.